друзья вас приветствую мы начинаем я начинаю новый объект стяжку площадь здесь 62 квадратных метров данный объект увидели в демонтаже то есть что было до как приходил демонтаж и сейчас уже давайте непосредственно по стяжке всегда стараюсь снять до завоза материалов сейчас вот буквально должны привести материал из петровича основные и сегодня завтра должен выйти сантехник так профлист уже завезен давайте по особенности значит у нас казалось бы и было пожелание заказчика сделать по и пониже личной клетки парадная вот но к сожалению вон там балки они у нас заданы очень сильно и получится сделать только в уровень стяжка выйдет в один уровень также нас особенность по этой полосе здесь у нас во первых торчат два двутавра раз во вторых есть заполнение бетоном как расскажу при демонтаже здесь были некоторые проблемы с соседями по потрескались потолки довольно сильно из-за того что разобрали камин потом там еще штукатурка упала натяжной потолок соседи все терпят вот но товарищ товарищи рядом работают причем работают наверху кажется внизу так и здесь мы решили не сбивать этот бетон не трогайте двутавры чтобы уже люди спокойно спокойно пришли в себя поэтому так как он выпирает здесь профлиста не будет я покажу будет сделано то есть у нас профли из ляжет на крайне двутавр а здесь я заполню керамзитобетоном и стяжка у нас зайдет на этот бетон это вот из особенностей что здесь будет немножко по-другому в санузле в нише туда тоже не буду заводить профлист там будет просто стяжка сейчас жду сантехника будут какие-то небольшие переделки по стояку я так понимаю и собственно все все друзья жду материалы пока сделаю свет несмотря то что у нас белые ночи но все равно вечером темновато поэтому сейчас сделаю свет еще небольшое дополнение пока не начались работы часто спрашивают по звукоизоляции по конструктиву дома есть разные якобы серии домов что как строили друзья до революционные дома строили по-разному были богатые доходные дома были более экономные встречаются абсолютно разные кто-то у нас говорят что кировки допустим по слышимости очень плохие не попадались там где был совсем плохо и был там не совсем хорошо то же самое здесь смотрите у нас старый дом закончила машинка наверху сейчас стоит стиральная машинка и она и на отжиме и все трясется и сыпется камушки то есть я вы уже на даче в старом доме у нас можно сказать старый деревянный дом там вот точно так же а это казалось бы дом богатого купца соловьева но когда работает машинка тут все перекрытия шумят двигаются и сыпется то есть я к тому что вот сказать однозначно что если возьмете до революционный дом старой постройки что это прям супер если возьмете квартиру в домах двадцатых тридцатых годов то все все пропало нет это не так к сожалению что до революции не было каких-то единых стандартов что после советское время не было стандартов то есть тут кот в мешке как вам повезет повезет попадется хорошие перекрытия не гнилые с хорошей звукоизоляции не повезет попадутся плохие все можно всегда исправить можно улучшить звукоизоляцию но иногда придется пожертвовать высотой пола вернее за высотой потолков я спросил тебя зачем идете в гору вы а ты к вершине шла а ты рвался в бой ведь эльбрус из самолета видно здорово рассмеялась ты и взяла с собой и с тех пор ты стала близкая и ласковая альпинистка моя скалолазка моя первый раз меня из трещины вытаскивая улыбалась ты скалолазка моя а потом за эти проклятые трещины когда ужин твой я нахваливал получил я две короткие затрещины но не обиделся а приговаривал ох какая же ты близкая и ласковая альпинистка моя скалолазка моя каждый раз меня по трещинам выискивая ты бронила меня альпинистка моя а потом на каждом нашем восхождении но почему ты ко мне недоверчивая страховала ты меня аж наслаждение альпинистка моя худоберчивая а ох какая же ты не близкая не ласковая альпинистка моя скалолазка моя каждый раз меня из пропасти вытаскивая ты ругала меня скалолазка моя за тобой тянулся из последней силы я до тебя уже мне рукой подать вот долезу и скажу довольно милая тут сорвался вниз но успел сказать ох какая же ты близкая и ласковая альпинистка моя скалолазка моя мы теперь с тобой одной веревкой связаны стали оба мы скалолазка так друзья с таймлапсом пошло что-то не так на самом деле нет не стоял ос пошло не так с моим расписанием из-за большого количества объектов из-за того что я пытаюсь делегировать полномочия вот но не получается пока наладить процесса все само все равно приходится постоянно ездить консультации встречи решение каких-то там задач мастера мастера еще пока не готовы к сожалению то есть понимаю технологию но принимать решение боятся то есть здесь важно принимать правильное решение поэтому все равно приходится постоянно мотаться из-за этого на объект чтобы поработать самому заезжаю наездами там по два-три раза в день с утра днем вечером вчера допустим в 6 вечера только приехал начал работать поэтому в таком режиме вот с этой камерой вот она кстати бедняга висит здесь печально поэтому не до этого писали как сам работа еще снимаешь ну когда ты спокойно пришел с утра до вечера работы что вообще без проблем камера пишет и пишет когда же так набегами то есть она специально включать короче суета из-за этого плюнул потому что надо было заканчивать подготовку потому что чувствовал что не укладываешь график и сам себе создают ким мотивашки да как как сделать так чтобы закончить основание берешь заказываешь cps на придное время то есть сейчас через там три четыре часа должно приехать cps и поэтому кровь из носа хочешь не хочешь приезжай это делаю все давайте ладно хватит лирики ну все смонтировано здесь у нас так не помню говорил или нет здесь у нас санузел будет выше по уровню поэтому трубы так торчат здесь все заполнил керамзитом то здесь у нас cps нет сначала по классическому выставил с помощью доски маячки под уровень cps cps у меня должен приходиться на верх полочки все после этого смешал с cps-ом все разровнял и сетка арматура арматуру вот по этой стене конкретно завел в стены все собственно ничего принципиально нового нет осталось аккуратно за и занести cps чтобы не помешать соседям снизу жизнь в отсутствие ребенка ребенка отправили в лагерь зачем-то мне об этом сообщили все ждем cps ну не знаю там наверно поставлю таймлапс и покажу до конца все впереди выходные буду набираться не скажу что физически силно моральных для понимаешь на обед и меня преследует очень плохие мысли потому что темень не работать домофон такое ощущение что света нет сейчас надо заливать так друзья я оказался прав видите лежат мешочки уже выставлены маяки и морально был готов сегодня делать стяжку но света нет ладно тогда поболтаю да пойду домой наверно завтра буду заливать смотрите на самом деле я не любитель каких-то там мистических тем так бывает что что-то происходит и отвлекает тебя на самом деле я должен был начать заливать вчера вот если бы я это начал делать там парень губ я залил сегодня пришел и вот такой облом со светом это было бы очень плохо то есть разрыв в сутки тем более когда же такая жара это было бы прям неправильно но дело в том что прошедшие выходные я так сказать тряхнул сыриной и мы с двумя детьми со средними скажем так пошли в поход на три дня с палатками в сторону приозерска на скалы на шхеры два дня активно лазили по скалам занимались скалолазанием также вспомнил свою молодость молодость туристическую то есть подъемы с жумарами спуски на восьмерках и так далее мизерах здесь и вылезай тут на скальче на каком стакан и выдавая справа или выдавать я начну играть готова выдаю отлично на все дали мнение так хорошо на нога встал вот 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 и все, ага. Ну что, сейчас у вас лешу пойдем. Если у вас не смей, пойду у вас пооткопить. Так, у тебя шапля есть? Берем. Браво! Ура! Подожди. Я вот второго человека не успеваю выбирать. Так, так. Лена, в упор. Лена, в упор, встань. Держись. Готова? Да, готова. Можно побыстрее выдавать? Нет, одни что-нибудь. В первую очередь, наконец же еще проходит сам, опорный. А он у меня вообще в лагере. Как же я до лагеря пойду. И после возвращения, вчера я когда вышел на работу, думал с утра быстренько поставлю маяки и залью. Но, во-первых, жара очень сильная. И когда я выставил все маячки, я понял, что у меня очень сильно, во-первых, болит колено, потому что я отдался на все сто в походе. И во-вторых, болят сильно лапки. Я подумал, ладно, не буду себя насиловать. Дам себе еще полдня отдыха и начну вот с утра. И вот так. Поэтому не начал заливать. Пришел и тут такие дела, нету света. Вот, друзья, так бывает. Казалось бы, не было бы счастья, но несчастье помогло. То есть больная коленка спасла от того, что не произошло разрыва. Что у нас здесь? Все завезено. Завезено 330 мешков. Все аккуратненько. Выставлены маяки. Все ждет заливки. Даже сегодня планировал, не хотел, но думаю, воткну таймлапс, поснимаю, даже песню почему-то. Сегодня день памяти и скорби, 22 число. Пришла в голову песня Владимира Высоцкого, не скажу какая. А вот хотел под нее делать таймлапс. Все, друзья. Что делать? Поеду сейчас на другие объекты, посмотрю, как люди работают. Еще пока не ушел. Небольшое напусто для тех, кто делает демонтаж самостоятельно. Друзья, если вы делаете демонтаж, попросите рабочих не выбрасывать розетки. Особенно, если они накладные у вас есть. То есть оставляете на объекте какое-то количество розеток. Ну, проще выкинуть потом. Объясняю почему. Потому что в дальнейшем делаются времянки. На данном объекте все было выброшенное. Я вот порылся на даче. И вот все, что нашел, вот раз такую открытую розетку. И вторую розетку еще нашел какую-то древнюю советскую. Ну, она там вся разбитая, в общем, плохо держится. Благо сейчас у нас на одном объекте большой объект, там много розеток накладных. И вот я с того объекта привез розетки, сейчас поставлю их. Вместо вот этих порнографичных. Так что оставляйте розетки, чтобы потом не покупать. Так, друзья, таймлапса не будет. Буду я. Дело в том, что работал в стиле черепашки очень медленно. В Петербурге сегодня поставлен рекорд столетний. По температуре 34,7 передали днем. Фу, поэтому работа идет медленно. Реально тяжкая, несмотря на мои занавесочки. Не особо это помогает, поэтому очень много пауз. Выпил литров 7 или 8 воды. Извиняюсь за подробность, в туалет ни разу не ходил. Даже голова разболелась, духота, короче, не до таймлапса. Не буду снимать такое позорище. Удалось сделать 62 квадрата, ну, не знаю, примерно половину. Может чуть больше, там, 32-33. Если помните зимние ролики, то зимой в день легко можно сделать там 45, 50, 60, под 70 квадратов. Здесь вот 30 весь день кое-как. Сделал бы до конца, кстати, полосу планировал. Но вчера, переоценил свои силы, договорился на встречу на 8 вечера, сейчас надо ехать в соседний обед. Поэтому оставляю как есть. Следующие два объекта начинаем вот буквально через пару дней. Параллельно я и Костя. Покажу вам. Что еще сказать? Жарко. Рад за тех, кто живет за городом и купается. Всем, кто вам приходится работать, держитесь. Скоро все придет в норму, вернется серый любимый Питер. Все. Завтра продолжим. Друзья, второй день заливки. Мало того, что жарко. Еще опять неприятность. Три часа дня выключился свет во всем доме. И работа встала. Часа на три осталось. Прям неприятный момент. Неприятный. Так тяжко. Еще свет. Все приготовил, жду. То есть кровь из носа надо сегодня заканчивать. Сегодня с утра, когда чистил стяжку, началось чистить где-то около восьми. Начали долбить в деревянную стену. Пришлось потерпеть немножко, полчасика пришлось пошкряпать. Сегодня, возможно, вечером придется потерпеть. Буду работать допоздна. Друзья, возвращаюсь на объект. Прошло два часа с небольшим. Как видите, в парадной горит свет. И жизнь налаживается. Я считаю, что всегда нужно искать позитив во всем. Поэтому с утра я на себя, ну и не то, что жалел, мне казалось так тяжело. Я мокрый, жарко, умираю. А потом вот через лет, я подумал, да господи. Пускай жарко было, где-то свет был. Оп, на объектик. Жара. Вот, но зато подсох. Правда, трусишки не подсохли. Сейчас любимая работа. Надо будет обратно надеть. Не знаю, видно, да, что они? Вот кармашек сухой. А все остальное мокренькое. И маечки я постирал. Все мокрые. Ладно. Зато успел съездить на другой объект. Посмотреть в Адмиралтельский район. Николаю привет с Броневской улицы, если вдруг вы смотрите. Спасибо вам после общения с вами. Как-то очередной прилив сил. Очередное понимание, что не зря все это делаю, не зря снимаю. Раз вы смотрите, вам всем нравится. Поэтому с радостью продолжаю заливку. Тут буквально не о чем тут. Часа два помешать. Максимум три. И все. Поехали. Так, друзья, все закончено стяжка. Сегодня уже почищено, смочено. Осталось только укрыть пленкой. Очень жарко. Все время поливаю. Так, ну что сказать. На конкурсе о мокрых маек я забрал первое место. Надо было еще градусник принести. Мне такое ощущение, что здесь градусов 50. Просто заходишь с парадной, просто поток горячего воздуха выносит обратно. Так, здесь оставлена вот такая некрасота. Здесь, напомню, будет наращиваться примерно на уровень опалубки. То есть сантиметр 4-5 будет подниматься весь санузел. Для того, чтобы сформировать здесь трап, там инсталляцию. То есть зона санузла будет подниматься. Поэтому вот эту часть можно было даже вообще не чистить. Но тут почистил, там вот так получилось. Небольшой момент по поводу смеси. Смесь Mix Master 300. Кто делает самостоятельно. Что-то случилось с этой смесью. Наверное, уже это чуть больше месяца. Который объект замечаем. Ну и не только я заметил, что изменилось состав. Смесь стала более вязкая. То ли добавили цемента, то ли каких-то пластификаторов. Но работать со смесью стало тяжелее. Она очень быстро сохнет. Приходится больше воды. То есть стандартно, как я делаю, одно ведро полное и 4 мешка. Надо добавлять еще воды и в бодейку не влазить. Даже в 90-литровую. Так что, ну, не знаю. Надеюсь, что-то изменится. Нет, будем подстраиваться. Так. Ну вот так все. Что у нас? Единственное место, сейчас сообщу заказчикам, проблемное. Этот момент надо решать быстрее. Как можно, потому что вот здесь мало того, что сыпятся кирпичи, так еще оттуда постоянно что-то капает сюда вниз от соседей. То есть бегут коммуникации. Надо все это дело приводить в порядок. И это не конденсат. То есть сейчас понятно, все трубы в конденсате. То есть это капель была еще и до того, как я начал заливать стяжку. Турьяна, это все. 62 квадрата готовы. Едем на следующие объекты. Опять два небольших объекта. 55 и 76. Все, погнали. Время. auso, кто-то лежили. Когда думай. ЧерезREET Ея застега Служaye. Существуетốt. Straßen